Привет, друзья! На связи Евгений Тридчиков, и в этом видео мы разберемся, как отслеживать отправки форм в Google Analytics и Яндекс.Метрики с помощью диспетчера тегов. В Google Tag Manager есть встроенный триггер, который так и называется – отправка формы. Однако он срабатывает не всегда. Например, данный триггер не видит отправки Аякс форм, поэтому сегодня мы рассмотрим два варианта развития событий. Вариант номер один. Нам повезло, и встроенный триггер решает задачу. Как это проверить? Для этого просто создайте триггер типа «Отправка формы». Задайте условия активации по умолчанию, то есть все формы. Включите режим предварительного просмотра и отправьте форму на сайте. А я перехожу в другой аккаунт для демонстрации. Для начала я просто нажму кнопку, чтобы убедиться, что триггер не срабатывает при неудачной отправке формы. А теперь заполню и отправлю форму. Как видите, появилось стандартное событие GTM Form Submit, которое означает, что триггер сработал, и диспетчер тегов видит отправку этой формы. Для подробной информации по данному событию нажмите на название, а затем перейдите на вкладку «Уровень данных». Это нам еще пригодится. Отлично! Поскольку триггер видит формы, нам остается настроить теги, которые будут отправлять события в Google Analytics и Яндекс.Метрику. Позже на данные события вы можете повесить цели и использовать для оценки рекламных мероприятий и других задач. Итак, создаем новый тег. Тип тега Universal Analytics. Тип отслеживания – события. Задаем категорию и действия по событию. Выбираем переменную настроек Google Analytics, созданную в прошлых занятиях. В качестве триггера указываем только что созданный – отправка формы. Даем говорящее название тегу, чтобы в дальнейшем не запутаться. Супер! Теперь отправим события в метрику. Создаем новый тег, тип тега пользовательский HTML. Вставляем знакомую конструкцию с той лишь разницей, что здесь она заключена в теге скрипт. Быстро напомню, как это работает. Набор цифр – это номер счетчика метрики, в который отправляется событие. Значение в кавычках – это идентификатор события, который вы позже укажете в настройках цели. В качестве триггера указываем отправка формы. И даем говорящие названия для тега. Как видите, в этом случае я придерживаюсь правила, что я отправляю, при каком условии и куда. Включаем предварительный просмотр, проверяем работу тегов и публикуем новую версию контейнера. С этим вы справитесь самостоятельно. Я уже показывал. Возникнут проблемы – пишите, будем разбираться. Важный момент, друзья. Если стоит задача отслеживать разные формы на странице, то в этом случае вам поможет фильтр на уровне триггера. Вернемся к его настройкам. Поменяем условия активации на некоторые формы и заглянем в фильтр. Как видите, сейчас он предлагает только несколько вариантов встроенных переменных. Это те переменные, которые активированы в моем аккаунте, но они не имеют отношения к формам и не подходят нам. Поэтому отправляемся в раздел «Переменные», «Встроенные», жмем кнопку «Настроить» и активируем все переменные в разделе «Формы». Здесь нужно понимать следующий момент. Когда срабатывает триггер «Отправка формы», на уровень данных отправляется 6 атрибутов, которые связаны с этой формой. Только что мы активировали встроенные переменные, которые считывают эти значения. Эти переменные мы и будем использовать в качестве фильтра, чтобы разделять отправки различных форм. Демонстрация. Обновляю отладку, перезагружаю сайт и отправляю тестовую форму. Жму на событие, связанное с триггером, вкладка «Уровень данных» и вижу набор атрибутов у отправленной формы. Обращаю внимание, что он не богат, но есть название класса, и это уже неплохо. Отправляю вторую форму и вижу, что у нее название класса отличается. Значит, фильтр, который я буду использовать в настройках триггера, это встроенная переменная «Form Classes», потому что именно она считывает значение ключа «GTM Element Classes». Иду в настройки триггера, выбираю необходимую переменную «Равно», вставляю название класса. Готово. Аналогичная для второй, третьей и так далее форма, вы создаете новые триггеры, создаете новые теги, которые отправляют новые события. Вариант номер два. Когда нам не повезло и встроенный триггер, отправка формы не срабатывает. В этом случае мы возвращаемся к тому, от чего позволяет уйти Google Tag Manager, а именно, начинаем вносить правки в исходный код. Наша задача сводится к тому, чтобы отправить на уровень данных произвольное событие, которое будет служить сигналом отправленной формы. Для этого я прошу разработчика поместить следующую команду в обработчик формы в то место, когда она успешно отправлена. Я привожу эту конструкцию под видео. Еще раз, данной командой мы отправляем в даталейр пользовательское событие с именем «Form Send», и этого достаточно для отслеживания данной формы. В таком варианте нам нужно использовать триггер типа «Пользовательское событие» и указать название переменной. Условия активации оставляю по умолчанию. Таким образом, триггер будет активирован, как только на уровне данных появится переменная «Form Send». А вместе с триггером сработает и тег, который отправит события в Google Analytics или Яндекс.Метрику. Используйте данный триггер для ранее созданных тегов. Хорошо идем, братва. В следующем уроке разберемся с показателем отказов для Google Analytics и триггером типа «Таймер». Ставьте палец вверх, если было полезно, и расскажите друзьям. Поехали!